Работаю в такси, связан с такси около 15 лет. 15 лет! А тебе сколько? 38. Сейчас в Санкт-Петербурге останови любого таксиста, забери у него навигатор, и он никуда по сути не уедет. Третья категория это долбоебы, которые просто долбоебы, которые могут нажимать только кнопку, и то, блядь, плохо, и то мимо кассы. И он начинает приезжать, у меня открыто окно, и он плюет, но плюет и попадает в дверь. А я поворачиваюсь, плюю и попадаю в него. Я уже понял, за столько много лет работаю, не надо лезть, там, какую вам музыку, знаешь, там. Комфорт, температура. А куда вы едете, знаешь, есть такие, там, ну, водители, там, да, сегодня погода хорошая, нет. И зато у меня высокий рейтинг, и у меня хорошая активность, и у меня хорошие отзывы. Какая категория людей? Третья, долбоеб. Сейчас все здания, чем надо, купить БМВ брать и быть всему миру должным, ну, работать на кредиты, я не знаю, это уже не для меня, наверное. У нас вылета могила, такая большая, ее все глубже копают, и туда, это гроб с такси, знаешь, там, шашку положили туда, и ее, ну, все глубже и глубже копают. Никакого развития такси нету. Сейчас такси, это не работа. Я никому не советую брать машину в кредит, чтобы устроиться в такси. Ребята, познакомьтесь, Леха. Привет. Леха приехал к нам из Москвы, хотя родился. Родился и вырос в городе Герой, Санкт-Петербург. То есть ты прожил большую часть жизни в Питере, но последние сколько? Последние три года я переехал в Москву и работаю там. В такси. В такси. То есть мы сегодня узнаем, есть ли смысл вообще переезжать из Питера в Москву, чтобы работать в такси. Менять город на город, скажем так. Кстати, мне многие пишут, типа, тихий, сколько я буду зарабатывать, если я перееду откуда-нибудь из условного какого-нибудь Усть-Хуйска в Петербург? Такие вопросы тебе задают насчет Москвы? Да, задают. И заработок, конечно, в Москве чуть больше. Но не забывайте, что в Москве больше километраж, больше пробег автомобилей. И расходы в Москве тоже больше. И расходы, соответственно, тоже больше. На ту же аренду, кто ездит на аренде, кто платит кредит. И кредиты там тоже, ну, чуть повыше, чем везде. Поэтому, ну, смысл есть. Хотите больше зарабатывать, езжайте в Москву. Ты, кстати, на своем канале об этом рассказываешь? Да, я показываю у себя на канале смены, что происходит в такси. Все, что связано с такси, можно будет увидеть у меня на канале. Ребята, подпишитесь на Леху. Ссылка будет в описании. Как канал называется? Ютуб-канал «Таксистские войны». Ни хера себе борзое название. Почему «Таксистские войны», кстати? Ну, это на самом деле, все знают одноименный сериал «Ментовские войны», «Санкт-Петербург», легендарный сериал. Это как бы… Ну, типа аналогия. Аналогия, пародия, насмешка с одной стороны. Потому что, по сути, в такси у нас происходит все то же самое, что и в этом сериале. Тверо такси уничтожено полностью. Потому что, так как такси должно быть, его сейчас нету. Ну, ты это можешь судить, потому что ты в такси работал… Работаю в такси, связан с такси около 15 лет. 15 лет? Да. А тебе сколько? 38. Хуятый старый. Старый, да. Вот. Опыт есть, поэтому готов им поделиться. Вот, кстати, поскольку у тебя такой опыт, вот ты, наверное, застал это время, когда не было навигаторов, когда работали по рации, когда работали на «Жигах». Вот это все. То есть, ты через это прошел, да? Первый автомобиль – это была у меня «Жига», когда я учился в институте, когда у студентов не хватает денег. Самый легкий заработок – это был выехать и подзаработать с руки. Раньше не было ни андроидов, ничего, никаких приложений, и можно было заработать неплохие деньги и прожить на эти деньги. Потом уже, конечно, такси стало чуть форматироваться, появились иностранные автомобили, которые можно было брать в аренду или покупать. На них стали ставить рации, но они и были на отечественных «Волгах» когда-то. Кто застал, я не знаю, сейчас есть такие таксисты, кто остался, работал когда-то на «Волгах» с рациями. Те золотые времена, когда в рацию кричали, кто возьмет первый заказ, когда диспетчер называл ближайший адрес. Но вот смотри, то время и то, что сейчас, когда было лучше? Было лучше в старые добрые времена, когда такси было действительно такси, когда таксист знал город, когда ты ехал без навигатора, ты знал любую улицу, ты знал любой перекресток, любой двор, где как ты можешь проехать. Сейчас в Санкт-Петербурге останови любого таксиста, забери у него навигатор и он никуда по сути не уедет. Ну в Москве тем более. В Москве тем более. Почему это происходит? На самом деле учили как раньше. Открываешь карту и смотришь куда ехать, зрительная память срабатывает и ты все запоминал. Плюс ты накатывал километражи и ты все помнил. Ты концентрировался прямо на каждом перекрестке, ты их считал. Вот когда смотришь на карту, я просто помню тоже, я когда переехал в Питер, никаких навигаторов, смартфонов. Ничего не было. У меня была карта, это было 16 лет назад, я грузоперевозками занимался. И вот мне нужен адрес. С центра города мне куда-то на гражданку нужно идти. Я смотрю как я поеду, я считал перекрестки, знаешь там на каком я поверну, там куда, потому что я город знал плохо. И ты так сделаешь несколько раз и все, ты все реально запоминаешь. А сейчас ты смотришь даже на навигатор как бы как не на дорогу или как сказать-то? Ты раб этой кнопки, которая и раб Алисы. Ты все время общаешься с Алисой наверное больше чем со своей женой дома. Потому что Алиса покажи туда, Алиса покажи сюда. Без Алисы уже никуда, к сожалению. В смысле Алиса? Ну Али, как, кто там говорит, когда этот, отвечает тебе, улицу в навигаторе. А, типа поворот направо. Да, да, да. Или ты у нее улицу спрашиваешь, когда, там же можно нажать голосовой набор улицы. Ну в навигаторе же нажимаешь. Я просто как-то никогда ничего не ждал, просто смотрел и все. Ну улицу вбиваешь, там можно нажать голосовой. А, вот ты говоришь, что ты 15 лет уже в такси. А тебе это как-то, почему так долго тебе не надоело? Те к сорокуле, у тебя к сраке к годам, ты все еще в такси. Тебе как-то не хочется там, не знаю, бизнесом заняться там. Начало положено, но и тут же закончено. Сейчас расскажу все по порядку. Во-первых, я часто, я совмещал, когда раньше работал в такси, да, я все равно совмещал. Вот, я работал в таких нормальных компаниях. В Pepsi, Nestle когда-то работал. Но все равно все время... Типа торговый представитель там какой-нибудь? Торговый представитель, да, там супервайзеры какие-то, я не помню. Ну, я уже не понял, как это все называется. Но работа в такси стала в один момент приносить намного больше денег, чем работа, скажем, менеджером. Потому что раньше действительно можно было заработать, содержать на этой семью, что-то покупать. Сейчас, к сожалению, чуть-чуть все возвращается обратно. В такси все зарабатывать сложнее и сложнее. Плюсы такси, как все скажут, свобода. Все скажут, не надо, ты никому ничего не должен. Захотел – встал, захотел – не встал. Нет, ну, чтобы заработать денег, тебе все равно придется работать. Нет того, что хочу – поеду, не хочу – не поеду. Нужны деньги, ты работаешь. Да, ты работаешь все равно. Раньше, чем было интересно – общение с людьми. Было очень много хороших знакомств. Там можно было познакомиться с адвокатом. Как-то общались в такси с различными представителями культуры. Я возил различных экскурсоводов. Раньше было очень хорошо свои пассажиры, свои клиенты. Это было развито. То есть ты набирал своих пассажиров, клиентов. Ну, раньше – это вот тогда, давно. Да, давно. И ты спокойно работал. И иногда даже не надо было выходить ни на какую там линию, в диспетчерскую, да, или ехать ловить с руки. Ты весь день работал со своими. Сейчас это все ушло, к сожалению. Не, ну, у кого-то осталось еще, вот, недавно на канале, у тебя кто там? Данич, да. Рассказывал, что у него есть свои пассажиры. Ну, это бизнес-такси. В экономе – ну, вряд ли. Да, ушли эти времена. Конечно, о них говорит, что вспоминать прошлое. Но было хорошо. Сейчас все меняется. Если ты коммуникабельный человек, ты хочешь развиваться, ты будешь не только крутить баранку, можно совместно такси, еще что-то. Параллельно. Параллельно открывать свой какой-то маленький бизнес. Да, я открыл свой таксопарк под подключение водителей, но чуть-чуть психанул. Мне все что-то как-то надоело. Я его закрыл и уехал отдыхать в Египет. Вот только прилетели два дня назад. И сейчас посмотрим, что осенью новый закон выходит – это такси никому не нужный. И если что-то поменяется, может быть, я вернусь обратно в эту сферу, чтобы продолжить развивать парк. Или открою что-то другое маленькое. Ясно. Ну, ты так или иначе обо всем расскажешь на своем канале. На YouTube-канале. Ребят, подписывайтесь. YouTube-канал «Таксистские войны». Там все будет показано и показывается все, что связано с такси. Давай, ладно, поменьше рекламы. А то сейчас мне скажут там, блядь, вот, блядь, реклама, реклама. Не, ребят, просто если надо… Можно сказать, это не реклама, это полезная информация для начинающих таксистов. Ну, как-то так. Я не знаю. Может? Тебе есть чем поделиться с начинающими таксистами? Да, этот канал просто будет полезен для начинающих таксистов. Это не реклама, просто будете получать полезную информацию. Такой вопросик к тебе. Я вижу здесь вот эту бумажку. Пресса, что-то там главные какие-то. Да, я, как говорил, в такси можно заниматься не только кручением баранки, крутить баранку, так сказать, но можно развиваться и параллельно. И мне нравится тема журналистики, так как у меня есть высшее образование, хотя оно не связано с журналистикой. Высшее образование? Да. У меня есть высшее экономическое образование, один из лучших вузов России. Это Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Но я ни дня не работал по профессии. Еще один таксист с высшим образованием. Питер, культурная столица, здесь даже таксисты почти с двумя высшими образованиями. И я устроился работать в одной из редакций Москвы. Это интернет-издание «Главное событие». Вот. И буду писать небольшие статейки, которые тоже на тему такси. Нифига себе, это интересно. Да. Хочу сейчас начать этим заниматься вплотную, но время в такси тоже отнимается. Приходится грамотно распределять свое время и на все его не хватает. А тебе там платят в этой прессе? Нет, мне не платят. Это просто как на общественных началах? На общественных. А если начнут читать, надо давать информацию, надо людям давать. Начнут писать, начнут платить. Можно работать в такси и заниматься параллельно еще разными вещами, которые будут приносить доход и развиваться. Просто работать в такси сейчас, я считаю, это просто нерентабельно. Слишком большие затраты. Ну смотри, с таксистов тысячи. Тысяча. А почему их тысячи? Потому что классифицированной и нормальной работы, ее особо нету. Ее тяжело сейчас найти. Сложившаяся ситуация. Многие не могут просто ее найти. Или не хотят. Братцы, зарабатывать деньги нужно вместе со мной. Парк Тихий. Подключение к Яндекс.Такси по всей стране. Телефон ты видишь, это Телеграм. Скидывай фотографии и документы. Все, через 2 минуты можно ехать зарабатывать бабки. Все как и должно быть. Моменталки. Поддержка 24 на 7. Все, подключился, поехал. Ребята, жду вас. Парк Тихий. Вся информация в описании. В такси кто работает? Три категории, я считаю, людей. Это люди уходят в такси, у которых сложились действительно жизненные обстоятельства. Все бывает. Им приходится куда-то вот. Нужны деньги сейчас. Да. Сейчас и заработать. Вторая категория. Это распиздяяя. Это, наверное, первая категория. Просто распиздяяя, у которых, в принципе, есть и голова даже, ну, на плечах. Ну, они распиздяяя. Я, в принципе, наверное, тоже отношусь к этой категории все-таки. Конечно. Конечно. Вот. И третья категория. Это долбоебы. Которые просто долбоебы. Которые могут нажимать только кнопку. И то, блядь, плохо. И то, мимо кассы. И то, мимо кассы. Да, включают печку, блядь, вместо того, чтобы принять заказ. Слушай, нихуя себе заявление. Ребята, короче, у нас получается первая категория. Распиздяяя. Вот тут я согласен. Вот я тоже, вот мне даже не стрёмно признаться, я распиздяяя. Хорошие, веселые парни, но распиздяяя. Да, как бы. Я не люблю лишнюю ответственность, чужую ответственность на себе. За себя я готов отвечать. Не всегда, правда. Ну ладно. Все, кстати, за слова не отвечают. То есть, вот реально. Сказал, забыл. Значит, распиздяяя. Потом люди, которые оказались в тяжелой ситуации, когда нужно действительно вот купить еду, грубо говоря. Ну да, что-то случилось. Понятно. Вопросов нет. Я таких, я когда пришел в таксовичков здесь работать, ты, наверное, знаешь эту контору, застал еще таксовичков. Там были люди охуенно одетые. То есть, у них одежда была, водители такси. Потому что это бывшие руководители предприятий, которые обанкротились. И вот они пошли работать. Это понятно. И третья вот категория, которую ты сказал, это долбоебы. Вот это интересно. Ребята, напиши, пожалуйста. Вот каждый, напиши, к какой категории ты относишься. Вот интересно, кого больше. Без нас на самом деле будет тяжело. Я это почему сужу. А, это ты про третью категорию, да? Ну, всегда каждому человеку признаться, что он долбоеб, ему тяжело. А некоторые просто это не осознают. Вот, кстати, скорее это. Почему я об этом говорю? Потому что я сейчас работаю в такси. Я общаюсь с пассажирами и стараюсь с таксистами пообщаться. Я не сижу в чатах. Это неинтересно. Я стараюсь, ну вот, просто увидел таксиста, да? Там подъехать, может завести разговор. То есть ты общаешься? Я смотрю на людей и я вижу. Что вообще такое таксист, да? Это человек, который прилично одет, аккуратно. У которой знает город, знает, как выполнять свои функции, да? Таксиста. Иногда смотришь на таксиста, ну извините, какой-то бомжара сидит за рулем, неухоженный, рожа непонятно какая, то ли он бухой, то ли он под наркотиками, знаю. Ну, уже видно, что 15 часов за рулем, машина вся зачуханная, как этот. Ну, и забери навигатор, и он не знает, куда поехать. Ну, тут я с тобой, наверное, соглашусь, потому что я не часто, но попадал. Я стараюсь пользоваться Comfort, Comfort Plus такими тарифами. Редко, когда я эконом, потому что по цене, кстати, разница не сильно большая. 30-50 рублей. Да, то есть подумаешь, да я лучше на К5 поеду, чем на Солярисе. Да даже если 100-200 рублей, пофиг, это не принципиально. Есть водители, действительно, в машине приятно пахнет, в машине чисто, видно, что там нормально чисто, как бы не так, не на отъебись, там коврик вытряхнул и ладно. А бывает такое, садишься и тебе в нос ебашит запах шаурмы или шавермы, лука, немытого тела, курение. Вот набор вот этого говна, это уже неприятно. Музыка какая-нибудь там такая, которая не для всех и не на той громкости. И вот набор этой хуйни. Тут я с тобой согласен. Само потом поведение людей, поведение на дороге, как они водят автомобиль, когда ты человеку объясняешь, что ты нарушаешь правила дорожного движения, зачем ты это делаешь? И он начинает еще в ответ тебе что-то отвечать. Также людям объясняешь, что да не жмите вы эту кнопку, перестаньте вы быть зависниками от этой кнопки, не катайте там все подряд. Многие знают, есть моменты работы с агрегатором, на которых можно выехать, чтобы чуть-чуть больше заработать и меньше потратить энергии. Пытаешься объяснить это людям, они этого не хотят слышать, они жмут это. По 59 рублей вот эти заказы катают, думают, что они заработали. Да нет, это их как Буратино вытряхнул Яндекс на 59 рублей и увел водителя в минус. Ну, знаешь, во всей, в любой работе есть люди, у которых получается очень плохо. У кого-то средненько, а у кого-то очень классно. Так и водители такси могут сесть в одну и ту же машину, условный Солярис, выехать в одно время, приехать в одно время, и сумма будет чуть ли не в два раза больше у кого-то. Кстати, хотел что сказать. Ты говоришь, садишься в автомобиль некоторый, пахнет кофе, шаверма, да? Но хочу сказать, что не всегда в этом виноват водитель. Я у себя в автомобиле не разрешаю ни курение, ни электронных сигарет, ни распитие кофе. Многие сейчас удивятся, почему нельзя пить кофе. То есть, если я сяду к тебе с закрытым стаканом, ты мне скажешь... Извините, допейте кофе или оставьте, и тогда поедем. Я объясню сейчас, почему. Еда, шаверма, животные, ну, перевозка животных, я имею ввиду, без переносок и так далее. Почему? Автомобиль впитывает запахи. Ты попил кофе, вышел, тут же сел другой человек, который почувствовал запах этого кофе, и потом он скажет, почему у тебя пахнет едой в автомобиле или какой-то запах. Зачем мне это надо? Автомобиль, ты садишься, там нет запахов, он чистый. Некоторые даже сесть не могут в автомобиль, нормально, они сразу проливают это кофе. У меня было такое, она еще ногу, блядь, не может поставить, а у нее уже кофе здесь. Из подстаканника кофе вылетает, это проверено тоже. При резком торможении он вылетит, крышка не спасет, все разорвется. В котором не ты виноват, а потому что ситуация. Ситуация такая. Да, людям иногда это тяжело объяснить, но я все равно, если человек ставит кофе и садится, я все равно его везу, я не переживаю за свой рейтинг, потому что мне на него, ну, если честно, у меня он всегда низкий, ну, потому что я не разрешаю ни пить, ни курить, но я все равно везу людей. Потому что я вышел зарабатывать бабки. Некоторые сразу чувствуют, что конфликт и боятся начинать поездку, да, что упадет потом рейтинг. Мне пофиг, ну. Потому что если ты нормальный водитель, то все равно наберешь этот рейтинг. Этих пассажиров с кофе, ну, там, один в день, там, ну. Подожди, а как вот ты, понимаешь, человек же, он же начинает, он же не так говорит, а, до свидания, все хорошо. Нет ведь? Он же начинает говорить, так у меня же закрыто, я же ездил, так все нормально, я не пролью, да, я же не пролью. Никогда никто не проливает. Биво никто не проливает. Ну, почему-то все сзади кресла в пятнах, да, и там иногда виден даже пепел. Но водитель-то ездит спереди. Откуда это все берется? Не водитель же сзади пьет и курит, это сами пассажиры делают. Так ты как разруливаешь-то ситуацию? Все очень плохо. Ну, из конфликта можно же выйти. Объясняешь, все, тут не надо что-то придумывать. Объясняешь человеку, человек не согласен, ты говоришь, извините, в поездке отказано. Если вы принимаете мои условия, мы едем. Других вариантов нету. Все. Не надо ничего рассусловить. А ты прямо вот так вот и говоришь прямым текстом, как ты сейчас сказал? Я говорю, здравствуйте, оставьте, пожалуйста, кофе или допейте. Человек говорит, но оно же это, я говорю, к сожалению, оно все равно разливается при резкой остановке, плюс остается запах. Человек начинает дальше объяснять, я все равно говорю, к сожалению, я не могу вас повезти, если вы будете с кофе. Все. И как чаще всего, в какую сторону? 50 на 50. Кто-то выходит, не может расстаться с этим кофе, кто-то говорит, да, хорошо, я сейчас допью, кто-то выкидывает. То есть тут нет такой, знаешь, по процентной тяжело сказать, что больше. Ну как получится, короче? Если человек действительно опаздывает, ему кофе, это не важно, если он опаздывает на работу, ему важнее доехать быстрее на работу, чем стоять пить кофе или перезаказывать другую машину. Кто-то категорически, наоборот, кофе важнее, я же только купил. Ну да, я же заплатил. Я же заплатил. Вот эта фраза, я заплатил, есть категория смешных фраз и тупых для таксистов. Я ж мать, я ж заплатил. Я ж заплатил, меня все так возят. Вот меня вот эта фраза просто убивает. Мне хочется сказать, завтра все пойдут с крыши прыгнуть, ты тоже пойдешь. Или ориентацию поменяют, ну пошли все вместе, что ли теперь. Ну слушай, ты, я смотрю так, очень дипломатичный такой человек, потому что у тебя интонация такая нейтральная, даже, я бы сказал, дружелюбная. У тебя нет такого, кофе с кофе не возьму, бля. Всегда надо начинать смотреть, как к тебе относится человек. Я всегда даже, это не реклама, я у себя на канале всегда, когда показываю, я никогда не начинаю резко как-то быковать. Я всегда разговариваю с человеком так, как он общается со мной. Зеркально. И всегда так надо общаться с пассажирами. Зеркально. Как человек сел к тебе в машину, так и ты должен с ним общаться. Это он пришел к тебе, хотя ты им оказываешь услугу. Но все равно, машина это твой рабочий кабинет. Но они же типа воспринимают, что ты должен. Они же платят деньги, а ты должен. Разберемся, все просто. Такси это перевозки, пассажирские перевозки, общественный транспорт. Есть правила перевозок, почитайте, там все написано. Они знания не освобождают от ответственности. Если ты не знаешь, как себя вести, я же не учитель, я не твой психолог там. Опять же про интонацию, если говорить. То есть ты говоришь, вот зеркально общаться с пассажирами. Ну смотри, заходит, например, тупое быдло, которое поехали. Ну здоровое со словом поехали. Или езжай там, блядь. Ну что они такое, ты что будешь с ним так же, ты должен так же, ну-ка вылезай, блядь. Вот честно, знаешь, есть такие... Это же твой уровень ответственности за себя, а не за него. Тоже, может быть с возрастом, может быть, вот езжай, хорошо. Ты где? Вот это... Ты где? Видишь, у меня сейчас пошла другая тематика. Наоборот, лезу в это, потому что мне надо записать. Ну, мне хочется что-то записать, какую-то, ну, ситуацию. И я, как бы, даже слышу по телефону вот это, да, я все равно еду туда. Потому что... Клюет, клюет. Да, 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 да. Надо подсекать, пока это не ушло. Но, опять же, под настроение. Все зависит от настроения. Если есть настроение побарагозить, я, ну, вступлю в барагоз, грубо говоря. Если у меня не хочется, ну... Лирика на душе, да? Да, лирика. В такси что самое главное? Научиться слушать мимо ушей. Это самое главное, потому что некоторые люди садятся, и они воспринимают таксиста как губку, в которую можно все влить, рассказать ему. Или выпить его энергию, всю кровь выйти, знаешь, энергетический вампир. Иногда с людьми приезжаешь, вот, кажется, небольшое расстояние, а он тебя вот так вот... Все от него устал. Да, и поэтому я научился делать так, что я еду, я, в принципе, слушаю, что он говорит, но я в своих мыслях. Но я все равно могу как-то вот, если, знаешь, он мне задаст какой-то вопрос, то, что он рассказал, да, я все равно отреагирую и как-то отвечу. То есть, ну, я в своих мыслях, и я еду, слушаю, я включаю себе наушник в это ухо, я слушаю какие-то познавательные программы, передачи, потому что просто вождение за рулем, это приводит к отупению. Кто бы что ни говорил, тупо возить баранку, нет, надо не слушать музыку, надо кто-то получать какую-то информацию дополнительную для мозга. А у тебя конфликтные ситуации когда-нибудь у тебя заканчивались дракой? Да. Там какими-то вот ударами по голове? Было... В Москве было год назад, но это было не с пассажиром, это было с другим водителем автомобиля. Я не знаю, относится это... Это уже больше разборка на дорогах, наверное, чем с пассажиром. Ну, расскажи, интересно. Повернул с проспекта во двор и сразу же остановился вот между двух домов. И по тротуару едет автомобиль. И начинает мне сигналить, чтобы я его пропустил, и он выехал на дорогу. Он нарушает правила дорожного движения, и я стою совершенно спокойно. Он может меня объехать спокойно. А у него было место для маневра, да? Да, то есть просто тупо проехать. Я не знаю, зачем. Может, человек хотел конфликта, может, еще чего-то. А может, человек просто царь, понимаешь? Ну да, он же на джипе ехал. А я стоял... Не помню... А, уже, по-моему, вот она, может... Ну, ты же таксист. А он как царь. Ты же таксист, да. И он начинает меня орать матом... Я вижу, по губам читаю, типа... Слышь, ты... Ну, БМА, иди на... Я окошко открываю, я говорю, я не буду, ну, машину убирать. И сижу дальше в телефоне, ну, жду заказ. И он начинает мне приезжать, у меня открыто окно, и он плюет, но плюет и попадает в дверь. А я поворачиваюсь, плюю и попадаю в него. Вот это круто, ты молодец. Уже 1-0. 1-0, но, блин, у меня такая... У меня всегда работают друзья, кстати, всегда, пока не забыл, ставьте на регистраторы, обязательно. Не только камеры, ну, у меня еще камеры стоят. Навигатор, регистратор, который пишет салон и перед. В обе стороны? В обе стороны обязательно вставляете, и всегда должна работать. И когда у меня машина выключена, у меня не пишет регистратор, к сожалению. Вот. Ну, я попал, и он останавливается. Я понимаю, ну, все, конфликт неизбежен. А машина у меня новая, и он останавливается вот так вот, расстояние. Вот его машина, ну, вот тут международно так вот. Он вылетает оттуда спереди, и я выхожу. И он начинает со мной сближаться. Я понимаю, ну, все, неизбежно. Опять же, газовый баллончик должен быть всегда. Никаких ножей, никаких бейсбольных бит, ничего этого у вас не должно быть. Газовый баллончик может быть два, которые недавно куплены, чтобы они были рабочие. Я начинаю заливать его... А у тебя что там? Какой газовый баллончик? Не помню, какой тогда был. Ну, именно газ, не шпага. Нет, не шпага. Другой какой-то я... Название не помню. И представь, я ему прыскаю, раз струю, два струю. И он так стоит, стоит, потом берет, залезает, подсидение, то с ним ничего не происходит. К себе подсидение? Да, в машину. Я понимаю, что он сейчас что-то достанет. Но он стоит ко мне спиной. Я думаю, бить его со спины, ну, уж кто бы не был, но все равно как-то, ну... Не то. Не то, да. И он поворачивается и достает такую арматурину. И мы стоим у машины, а машина новая. Я понимаю, что сейчас, не дай бог, он это заденет, ну, до машины. Я начинаю его отводить, и он за мной кидает эту палку в меня. Я увернулся, но делаю шаг назад, и сзади небольшая яма. И у меня подворачивается нога, и я падаю. И он подлетает и начинает меня бить с ноги. И я понимаю, что зря я поступил, когда его не стал бить, ну, пока он был ко мне спиной. Но в этот момент, кто-то, видимо, может, увидел это, подбежал, его оттолкнул и сказал, типа, ну, разойдитесь. Вот, да, он попал на меня по лицу, я ничего не скрою, то есть... И, видимо... Тут уже ты проиграл. Тут уже, да, ну, оступился. Это уже моя вина. И тут на него, видимо, начал действовать газ. Он что-то начал закрывать лицо. Я не знаю, почему так газ подействовал, не сразу. Вот. Может, просроченный был? Ну, да, скорее всего, долго лежал, постоянно на машине. То холод, то мороз, знаешь же, температура падает. Я подхожу к своей машине, сажусь, он там загибается, типа, ну, чего-то... А, то есть у него уже пошел процесс? Ну, да, пошел. Подбегает какой-то парень. Я все видел, как ты залил его газом, зачем ты это сделал? Я говорю, а ты видел начало конфликта? Нет. Я говорю, ну, иди нахуй отсюда. Ну, что? Сел в машину и поехал. Ну, еду и думаю, такие же сволочи сейчас наверняка позвонят в полицию, что его обидели. Я позвонил, говорю, такая ситуация произошла... Кому позвонил? В полицию, я говорю, 02, говорю, сейчас произошла такая ситуация, я не знаю, как мне из нее расходиться, говорю. Я вроде не нападал первый. Он говорит, ну, если будет на вас заявление, говорит, тогда мы за вами приедем, ну, придем. Будем искать. Я говорю, ну, если что, не ищите, вот мои данные, давай, ну, я готов там, бегать не собираюсь. Ну, нет, все вроде прошло. Это первый случай, не загрузил, не долго. Отлично, очень интересно. Мы находимся на Петергофском шоссе, да, насколько я помню? Ну, это, по-моему, Санкт-Петербургское оно называется, но, да, дорога на Петергоф. Примерно на этой трассе два года или три назад, перед отъездом в Москву, я ехал на своем новеньком автомобиле «Церата Киа». И взял клиентов, как тогда помню, почему-то по «Ситимобилу», хотя я никогда не катал «Ситимобил». И ко мне сел пассажир на заднее сиденье за меня. И его семья расселась тоже по салону. И он был пьян. И он причем не вперед сел, а назад. Он сел именно за меня, да. Сел за меня и начал сразу же барагозить. Что-то ему не нравится, но он был пьяный в говнище почти. То-то ему не это, то-то. Я ему раз ответил спокойно, два, на третий раз меня уже не хватило. Я сказал, слышь, завали ебало, иначе, ну, сейчас все это кончится. Прямо так и сказал? Да, да, я уже сказал так. Несмотря на то, что его жена сидела и так далее. Я говорю, сейчас все для тебя плохо кончится. После чего он схватил меня за ремень, уперся коленом в сиденье, мне в спину и начал меня душить. Причем начал душить конкретно. Я уже начал захлебываться. А мы ехали уже километров восемьдесят в левом ряду. Набирали скорость, так сказать. И эта семья начала его оттаскивать от меня и тянуть на себя. То есть они меня тянут втроем. Он в свою сторону. Все семью тебя душат. Это его жена, там, видимо, и сын тянут в другую. Я уже хриплю, ремень врезается в горло. Я пытаюсь... Одной-то рулить надо рукой. Руль-то не отпустишь, улетишь куда-нибудь. Другой пытаюсь оттянуть, потому что это душит. Потом еле-еле я отстегнул ремень. Мы резко остановились прямо на дороге. Я выскочил. Его ударил. Он упал. Но он был пьян. Но я его все равно ударил. И самый прикол в чем. Я начинаю отходить на обочину. А там и на Петергорске, там же большие кюветы есть. Едешь, дорога... Спуск с дороги как будто. А я в белых штанах спортивных и в белых кроссовках. Я делаю шаг назад и сзади канава. И я падаю в эту канаву. И ты не... Я тебе говорю, это не поверите. Падаю и встаю, и ухожу в грязь вот так вот. И мне не выбраться. Меня все, затянуло. И овраг. То есть мне по траве даже не это... Как в болото, короче. Да, в болото. Все, мне никуда. То есть я пытаюсь шаг сделать, а мне не сделать. Потому что тина какая-то, мутина там, я не знаю что. То есть я метров пять обходил, вылезал в эту канаву. Я выхожу. Машина стоит вот так поперед. Перекрыл одну полосу. Этот валяется на газоне. Я в белых штанах уже в болоте. Вонище этим болотом. Футболка у меня разорвана, цепочка у меня порвана. Я посмотрел на себя. Думаю, ну что с ним делать? Ну, сел в машину и поехал. Я живу на гражданке. Поехал с конца одного города на другой. Мыться, переодеваться. Такая веселая работа таксиста. Пиздец. Да. Ну, кстати, раньше такого беспредела не было. Вот он проскакивал как-то. Пьяный там, что-то бычили. Ну, что-то. Сейчас его стало больше. Неуважение пошло. Испортили профессию. Благодаря чему? Самим таксистам. Сами таксисты позволили над собой себя так вести. Наши власти законодатель, который ни хера не делает, а только говорит. По этому поводу есть много чего сказать. Ну, и плюс наш любимый агрегатор, который выжимает все соки из водителей. Любая корпорация, она зарабатывает на людях, выжимает все соки, а потом выкидывает. То же самое происходит сейчас с таксистами. Люди болеют, получают болезни. У некоторых случаются инсульты, инфаркты прямо на дороге. Потому что зарабатывать деньги надо. Он берет с пассажиров агрегатор. Суммы приличные, в принципе, иногда. Но водителю платят меньше и берет сумасшедший процент. Такого быть не должно. Ребят, пока Леха там докуривает, сейчас мы поговорим еще о том, он такую тему предложил интересную. О чем нельзя говорить с пассажирами? Вот это, кстати, я в первый раз слышу, что предложили такую тему. Еще немножко про законодательство, как власти убили сферу такси и продолжают это делать. Что за темы такие запретные? Есть на самом деле, для меня, и я советую это другим тоже, не разговаривать, особенно с выпившими пассажирами, на несколько тем. Их всего три, я считаю. Первое, это религия. Никогда не затрагивайте тему религию, не развивайте разговор. То есть вообще ни в каком контексте, ни в положительном. Да, ни в каком, потому что у каждого свои взгляды и разговоры может привести не в очень хорошее русло. Второе. Подожди, подожди, еще у меня к тебе тоже вопрос. То есть ты считаешь, даже интересоваться не надо, то есть если человек сам начал. Если сам начал, можно как-то ответить ему, да, ну, пару слов перекинуться, но углубляться. Не вовлекаться туда. У кого какие взгляды, у кого-то христианство, у кого-то буддизм, у кого-то еще что-то. Мусульманство. Да, мусульманство. Лучше не приходить, не начинать доказывать, какая религия лучше, какая хуже. На мой взгляд, это одна важная причина, по которой не стоит. Конфликт может произойти. Потом следующее, я считаю, это личная жизнь. Многие садятся, пассажиры начинают, да у меня жена там это, да, или я там еду изменять, еще чего-то. Там, или дайте совет, или еще что-то. Не разговаривайте, не обсуждайте личную жизнь, особенно интимную. Особенно тему, там, измен и так далее. Опять же, может привести к не очень хорошим последствиям. А каким? Ну, если человек... Совет какой-то. Или, например, вот тебе едет мужик, какой-то говорит, да вот у меня жена сделала такой-то поступок, вот она там, сука. И ты говоришь, да, сука. Вот скажите, а ты чего мою жену, сука, это называешь? Дебилов-то, ну, это я могу, сука, назвать. И это я говорю так образно, говорю, может быть, какие-то прямые примеры, как бы не очень красочные. Это в общем. Третье, политика. Опять же, особенно в связи с сейчасной ситуацией, все знают. Сейчас, да, совсем. Вот, сейчас вообще не стоит этого касаться. Тем более, многие люди оттуда приезжают, все не будем говорить откуда. Поэтому вот три темы, я считаю, на которые лучше вообще не стоит затрагивать с пассажирами. Тут я с тобой в целом соглашусь, но еще вот, например, как у меня было. У меня было такое, наверное, и у тебя тоже было. Когда ты действительно везешь кого-нибудь подвыпившего мужика, который едет к любовнице. И вот он, остановимся у магазина, он там берет там какое-нибудь что-нибудь вкусненькое, бутылочку, может быть, цветочки, ну, не знаю, такой банальный набор ёбаря. И едет, и с тобой разговаривает. Почему бы не подержать этот разговор? Причем, естественно, в нейтральном ключе. У меня такое было, проблем не было. Но я, конечно, не лез ни с какими советами там, блядь. Конечно, нет. Он говорил, а я там, да, да, ого, клево. Язык для чего? Чтобы держать его за зубами. Поэтому никогда не начинайте вообще разговор первыми с пассажиром. Начал любой разговор, неважно какой. Есть настроение пообщаться, можно, да. Но лучше первым, я вот, я уже понял, за столько много лет работы, не надо лезть там, какую вам музыку, знаешь, там. Комфорт, температура. Да, да. А куда вы едете, знаешь, есть такие там, ну, водители там, да. Ой, там, сегодня погода хорошая. Нет. Захотел, поговорил. Вот тут я с тобой полностью согласен, действительно. Пассажир, вот надо ему попиздеть, вот пускай пиздить сам. Он начнёт сам. Вот эти вампиры, которые специально садятся на переднее сидение, чтобы водителя взять, весь мозг ему вынести, рассказать всё о себе, выпить его кровь, а ему ещё работать весь день 12 часов. Поэтому, почему сидение вот хорошее, есть фишка одна, да, вот это то, что сидение опускают вперёд, переднее. А, ну, в смысле, оно так задвинуто, чтобы спинка торчала прямо там. Да, ещё можно что-нибудь положить, я обычно ноутбук ложу в чемоданчике, чтобы видели, что что-то полежит. Потому что не надо, чтобы кто-то сидел, пялился там, даже в тот же твой телефон. Здравствуйте, а как у вас настроение вот это начинается? Ну, это не нужно. И вот, что ещё, кстати, меня удивляет в наших таксистах, не хотят учиться. Почему? Вот ты говоришь, заезжают в магазин, да, люди выходят. Много роликов вижу, как кидают с наличкой. Ну, почему вы не берёте деньги сразу? Почему? А потом выкладываете ролики, меня кинули, меня кинули. Ну, как? Нет денег, нет поездки. Ну, нет ног, нет футбола, как говорите. Логично. Ну, а потом, вы видите, садится такой контингент. Если вы там не хотите контент записать какой-то, да, ну, зачем вам этот геморрой? Чтобы кто-то выскакивал за кем-то бегать и так далее. Вы видите этих личностей, все, кто кидает в основном. Хотя, если хорошо одеты и хорошо кто выглядит, да. Так что не подумаешь даже, да. Да, но берите деньги вперёд. Знаешь, что пишут, часто я читаю в комментариях, ты не разрешаешь пить, курить, ты там деньги вперёд просишь, а вот я разрешаю пить, курить, и зато у меня высокий рейтинг, и у меня хорошая активность, и у меня хорошие отзывы. Какая категория людей? Третья – долбоёб. Ну, долбоёб. А может, человек клиентоориентирован? Да, ну… Или клиентоориентированный долбоёб? У него покурили, насрали, вышли и не заплатили. Ну, хороший сервис. Не, ну как, у него рейтинг, если хороший. Ну, хороший. У него заказы, может, получше приходят. Соответственно, и пассажиры у него тоже с рейтингом, как у меня, например, потому что я всем чай всегда оставляю. Может, у него всё в порядке? Я очень нехороший человек. Знаешь, есть такое? Нет. Я не выхожу играть роль очень хорошего человека, который я для вас всё сделаю и так далее. Я выхожу зарабатывать деньги. У меня в машине там не детский сад, да, не развлекательная. Это перевозки. Сел пассажир, пристегнул ремень – мы поехали. Конечно, надо быть коммуникабельным, общаться с людьми, но это должно иметь какие-то грани, чтобы не переходило куда-то. Это чисто моё такое. Я хотел бы вернуться к тому вопросу, о котором было вот недавно сказано тобой, что слушать мимо ушей. Вот и вчера у меня тоже было интервью с одним парнем. Он работает в такси, естественно. И вот он говорит, что он реально морально очень устает от людей. Вот он с этим, ну как сказать, не то, что прям сильно страдает, может быть, но это проблема, потому что это же накапливается. У этого есть накопительный эффект. И с года в год ты просто потом, ну, морально охуеешь. Ты заметил, приходишь, есть такие организации, к примеру, как паспортный стол, к примеру, да? Ты приходишь, там все сидят такие злые, да? Вот наши какие-то, на почту иногда приходишь, там сидит какая-нибудь бабушка, да, злая там или ещё. Знаешь, почему они сидят такие злые, да? Не из-за того, что они сами по себе люди говно, а потому что их заебывают. Их заебывает тупизм, к примеру, других людей, да? Их заебывает лишняя информация. И человек уже подсознательно, он становится таким. Он уже не может любить других людей, находящихся рядом с ним. У меня иногда, у меня бывают моменты, да, я вот этот месяц фактически не работал. Ну, я там в отпуск съездил и так далее. Меня уже после некоторой работы с людьми, она настолько иногда надоедает, накапливается, что ты начинаешь отторгать от себя пассажиров, они начинают тебе бесить. И ты начинаешь иногда с людьми, ну, им как-то отвечать не очень хорошо, не замечая этого. То есть ты с ними вот начинаешь злой, нервной становиться. А чтоб этого не было, всё, надо отдыхать, надо меньше работать. Точнее, надо работать надо, но надо знать меру. Вышел, отработал 10 часов, не больше, с перерывом. Это максимум, сколько надо работать. И пошел отдыхать. Не забывать, что у тебя есть семья, что у тебя есть отдых, что ты должен получать эмоции, положительные эмоции. Каждый сам для себя находит какие-то эмоции. Кто-то занимается спортом, кто-то читает книжки, кто-то там ходит и общается с другими там людьми, девушками и так далее. Ну, вот ты какой можешь дать совет водителям такси, чтобы вот, ну, сохранить себя в этой работе в эмоциональном плане, психологическом? Разгрузка. Эмоциональная разгрузка. Должен быть куда-то выплеск вот этого негатива. Кстати, смотри, например, мотоцикл. Прикольная тема, наверное. Мне, к сожалению, супруга не позволяет. Я бы приобрел, но мне приходится прислушиваться. Кстати, не подумайте, что там сейчас начнется баба-раб. Конечно. Баба-раб. Нет. Просто, во-первых, все просто. Финансовая нагрузка. У меня есть финансовая нагрузка определенная. Скажу честно, я не могу позволить себе купить новый мотоцикл. Брать кредит я не хочу, потому что есть нагрузки определенные там, за которые мы платим. Финансовая ответственность. Финансовая ответственность, да. Это, знаешь, я вот никогда не понимаю, но это, опять же, с возрастом. Купить, сейчас все здания, купить BMW брать и быть всему миру должным, ну, работать на кредиты, я не знаю, это уже не для меня, наверное. Ну, просто тебе это не подходит. Да, мне это не подходит. Я никого не осуждаю. Ну, кому-то нравится так, кому-то. Мотоцикл, спорт. То есть, найдите выплеск энергии, куда можно этот негатив или получить, наоборот, найдите то, где можно получить эмоции положительные. Отдыхайте больше. Выезд на природу охрененно работает. Купаться, загорать сейчас. Все, что нравится. Но если вы будете работать по 12 часов, как рабы вот это, ну, вы сгорите эмоционально. А не дай бог еще попадете в ДТП, в аварию. Ответственность. То есть, некоторые же идут в такси, они же не понимают, какую ответственность они несут. Не дай бог, у тебя в машине что-то случится с пассажиром. Не дай бог, у тебя пострадает ребенок. Почему я не вожу детский тариф? Отказался. Даже если у тебя пострадает ребенок, и он будет пристернут, тебе могут впаять статью «Перевозки несоответствующие безопасности». А это уголовная статья. Зачем вы за чужого ребенка? Поэтому я вам... Будут искать крайнего в любой ситуации. Запомните, таксист, во всей планете такси, так сказать, во всем мире такси, самое слабое звено – это водитель такси во всей сфере. Самое слабое звено. В пищевой цепочке, знаете, как в океане, там самый большой пожирает самого мелкого. В самой верхней цепочке находится акула, она всех съедает. Вот. Водитель – это самая маленькая рыбка, которую агрегаторы и наши доблестные власти съедают на раз, и от него ничего не остаются. Кстати, насчет властей, ты что-то там можешь сказать, да? Ну, власти. Я когда вот смотрю, знаешь, если ты с такси, ну, берешь интервью, все равно тебе где попадают, проходят какие-то форумы такси, какие-то заседания, там собираются люди, якобы ответственные за сферу такси. Есть какие-то организации, о которых я даже не слышал. Там какой-то профсоюз, там, пассажиров пензенского такси, знаешь, там, ну, да, там… Перевозчики, там, Краснодарского, там, строительного завода, знаешь, ну, вот всякое такое. И они, знаешь, собираются, вот у нас есть это, Зарипова, да, которая, ответственно, комитет по развитию, там, чего-то такси. Они собираются, хлопают друг другу в ладоши, и она говорит, здесь собрались на этом форуме профессионалы такси. И хочется спросить, кто из вас хоть в день работал, ну, хоть один день проработал в такси. Ты знаешь эту работу изнутри, хоть чуть-чуть-то, да? Мы развиваем такси. Мне хочется спросить, вы развили такси до того, что работать, как кроме в одном агрегаторе, во всей стране, по сути, больше негде. Мы зависим сейчас, водитель такси зависит от какого-то бота, который отвечает тебе в поддержке, который может тебя заблокировать, и от какого-то неадекватного, этого, работника поддержки. Вы развили такси, куда вы его развили? У меня такое чувство, что они, у них какая-то своя планета, знаешь, они живут на другой планете, и у них там есть действительно такси, которое все работает, и где все хорошо. У нас ничего, у нас вырытая могила, такая большая, ее все глубже копают, и туда, это гроб с такси, знаешь, там, шашку положили туда, и ее, ну, все глубже и глубже копают. Никакого развития такси нету. Работать, по сути, кроме как, в одном агрегаторе негде. Вместо того, чтобы улучшить безопасность водителя такси, они все собирают данные о водителях такси. Представляешь, данные у водителя такси есть уже у всех. Скоро, наверное, у каждого пассажира будет распечатка паспортных данных, с каким водителем он едет. Зато вместо того, чтобы действительно сделать, знаешь, разрешить водителю такси ставить перегородки между пассажиром, да, и водителем. Сделайте вы норму закона, выпустите, что каждый водитель, что это не будет считаться, к примеру, знаешь, переоборудованием автомобиля, знаешь, когда ты вешаешь какое-то доп. оборудование, да, сделайте упрощенную систему, чтобы каждый водитель мог приехать по своему желанию, да, и поставить перегородку, и агрегатор его за это не заблокировал. Сделайте, чтобы оплата проезда в такси считалась административным правонарушением. Сейчас, если у тебя пассажир сказал, иди нахер, я не буду тебе платить, ты ему не можешь ничего предъявить. Ни через суд, ни через что, да? Ты даже если вызовешь полицию, полиция не может ничего сделать, это гражданские правоотношения считаются. Типа нет состава преступления. Они не могут его привлечь. Вот есть много чего надо делать. Они все придумывают, какие-то медосмотры, какие-то реестры. Знаешь же, создали это, в Москве-то этот Кесарт, вот я приехал. Я так и не понял, что это. Это распил бабла бюджетного. То есть это система, которая должна была объединить всех таксистов, и за ними можно было наблюдать, как они проходят медосмотры, да, и так далее. Вложили кучу бабок. Не работает вообще. А они сейчас хотят сделать на всю Россию. У тебя в Москве ни хера не работает, какая вся Россия. Они считают, что если убрать путевые листы, все начнут пить и бухать за рулем. Все, никто не проходит медосмотры путевые. Как не проходили, так и не проходят. Никогда не проходят. И смотришь на эти все. К сожалению, я не мог попасть раньше на эти форумы. Там пускали только журналистов, да, представителей СМИ. Теперь я являюсь представителем СМИ, и я могу попадать на эти форумы, подавать заявку. И я сейчас буду отслеживать эти мероприятия, я буду ездить туда, и пытаться брать слово. Или задавать какой-то вопрос, или пытаться как-то выступить. Чтобы, может, глаза приоткрыть на то, что у них происходит. Потому что у нас люди не понимают вообще, как пользоваться такси, какая безопасность в такси. Никто ничего не знает. Люди вообще ничего не понимают, как работать, куда идти устраиваться, что ему за это будет, какая ответственность, какая ответственность у пассажиров. Хотя это все уже прописано. Есть один закон 69-й федеральный, да, старый, в принципе. Вот. Но у нас никто, чему не хочет учиться и делать, поэтому ничего не работает. Вот и все. Законодатель довел до того, что он запустил этих агрегаторов. Сейчас грузоперевозки под агрегаторами, курерская доставка под агрегаторами, такси под агрегаторами, они делают, что хотят, и все. Спросить у законодателя сейчас, кто устанавливает тарифы. Они даже не знают, они думают, что Яндекс, это вот так, Яндекс, это какая-то такси. Все, все завязано на Яндексе. Но это такая уже тема, в нее отходиться. Тема вечности. Это вечности, да, и не углубляться. Это, конечно, может даже неинтересно будет слушать, потому что немногие хотят уходить в эти дебры. Ну, короче, бардак, бардак, бардак и бардак. И закончить я хочу своим обычным вопросом. Какие у тебя дальнейшие планы? Будешь ли ты дальше работать в такси? Будешь ли ты, если дальше, то сколько? Всю жизнь ты будешь работать в такси? Что ты будешь делать? Как ты будешь жить? Какие планы на будущее? Планы обычные. Пока, соответственно, в ближайшие месяцы мы продолжаем работать в такси. Смотрим, ждем осени. Если происходят какие-то глобальные изменения, есть, так сказать, смысл открывать дальше свой парк, да. Я открываю дальше, продолжаю, ну, свой парк по подключению водителей, да. Я бы хотел заняться арендой автомобилей, лизингом, но в нашем государстве все небезопасно. И очень страшно ввязываться в это, так как можно очень сильно прогореть. Короче, постепенно буду отходить в сторону того, чтобы что-то приносило другой доход. То есть надо просто определиться с чем, и все. То есть я уже попробовал, вот парк, ну, открыл, посмотрел, все, как это все выглядит. Что-то будем открывать, уходить в бизнес. Такси – это не панацея, это… Сейчас такси – это не работа. Я никому не советую брать машину в кредит, чтобы устроиться в такси. Не делайте этих ошибок, это полный бред. Ну, вообще, как ты считаешь, что такси – это не работа на всю жизнь, короче, да? Нет, конечно. В нынешнее время, в нынешней ситуации такси – это не может стать полноценной работой, которая тебя обеспечит дальнейшую жизнь. Ты же социально никак не защищен, работая в такси. Поэтому нет, такси… Во-первых, такси не всем подходит. Не каждый человек сможет работать в такси. Поэтому, друзья, старайтесь найти себе хорошую работу или открыть свое какое-то дело. А такси – так, для души, как мы всегда и работаем. Хоре таксовать для души, бля. Пора работать за деньги. Ну, ладно, слушай, спасибо тебе большое за прикольное интервью. Ребята, я оставлю на Леху ссылку в описании. Подпишитесь на его канал. Мне кажется, что есть смысл это сделать, потому что ему реально есть, что рассказать. Поэтому, если ты такой реально водитель такси, или просто тебе понравилось, как Леха говорит, обязательно подпишись на него. Всем пока, братва! Всем счастливо!